привет из прошлого дорогие телезрители сегодня мы с вами отправимся на рфа минск на почту сегодня 15 октября 2021 года я в лесу уже вышел из леса и сейчас мы пойдем по лесным дорожкам я вам покажу как вообще все это происходит погодка хорошая нам туда вообще когда я приезжаю на дачу я сразу же надеваю такие кроксы на босу ногу любую погоду холодно жарко дождь сухо по барабану и иногда в город ну когда велосипеде я конечно в них выезжаю вот сегодня пошел пешком а когда я хожу пешком чтобы не шокировать публику тем более температура за бортом сейчас совсем небольшая босиком не ходить по городу я решил в ботиночках пойти а дорожка у нас в лесу красивая прекрасная и очень ну атмосферная здесь у нас на самом деле там вот находится какая-то станция где постоянно не только днем но и в час ночи в три часа ночи могут что-то делать раз друг разгружать вагоны и громыхать по максимуму вот поэтому уже к этому привыкли а вот так вот выглядит дорожка через лес сторону на рафа минска идем идем честно говоря дорогой здесь такая особенно дождливое время под разбитое разбили ее любители кататься на квадроциклах никто конечно ее восстанавливать не будет все-таки дорога через через лес вот а вот это вот все лес посаженный после военной в годы его засадили вот это лес которому 50 лет где-то он здесь прям такой вот супер-супер лес и где-то вот там мы ходили с металлоискателем несколько лет назад и нашли не разорвавшиеся мину которую потом сдали сапером а так здесь довольно миленькая вот там вот там памятник я на обратном пути на него покажу ну собственно вот так вот я из леса вышел на асфальтированную дорогу вот там вот как я говорил памятник виднеется вот эта часть вот эта часть которая сейчас буду выходить называются елочки здесь тоже искусственно высажены ели послевоенные годы и здесь огромное количество белок обитает этих белок постоянно люди кормят специально для этого сюда приходят ну и вообще в жару здесь хорошая такая прохлада тень люди сюда приходят расслабиться отдохнуть погулять довольно приятно комфортное местечко сейчас два часа дня пятница народу очень мало потому что ну я говорю погодка сегодня хоть и солнечная но какая-то такая не очень комфортная для большинства для большинства людей но не для меня так ну что прошли мы эти елочки видели вы белку и и вот мы направляемся ко входу в город на рафа минск здесь народ тоже у нас отдыхает периодически вот тут вот в этих местах жгут костры считается нормально такой отдых людей а вот на на выходе из леса и на входе в город стоит такой памятник 1941-1945 и вот его основание дети которые ну с воспитателями занимаются физкультурой складывают свои вещи начинают активно заниматься отдыха значит в ту сторону у нас уходит часть для не забыл как отправлен называется в общем выработка электростанции по он там находится что такого плана и вот видите есть дорога с проездом до туда а вот эти машины эти машины нарушают правила дорожного движения и вот паркуются в дэвэшник судя по игрушке под лобовым стеклом вот так вот крестик у него там так вот паркуется считаете в лесу либо на газоне как то вам очень нравится и нарушает правила такие здесь люди не единичный случай в хорошее время года в хорошее время суток здесь их просто тьма тьмущее вот эта вся часть вот эта вся часть весь газон уставлен этими машинами вот так вот от и до они считают это нормальным и потом всю эту грязь здесь все разглублены восстановлению этот газон не подлежит я описал запросы к восстановлению газона ну вот они здесь прячутся в теньке в солнечные дни сейчас я не знаю чего не прячется это просто для удобства их жопы видимо он там человечек разворачивается пару раз по грязи проехал и сейчас эту грязь повезет на дороге города молодец красавица собственно вот такими любителями парковки здесь все уже испорчено все превращено тупо в землю и грязь я вам объясню почему здесь нельзя парковаться и запрещено это делать и вообще машин здесь быть не должно сейчас покажу почему а вот с чем этим связано здесь висит знак который гласит что проезд автотранспорта запрещен только разрешен только для тех кто здесь либо работает либо живет соответственно никто вот из этих товарищей здесь не работает не живет естественно все кто работает они проезжают по этой дороге и его заезжают спокойно туда так что все вот эти раз два три 4 и уехавшие 5 машина нарушали правила дорожного движения могли быть оштрафованы но самое интересное вы думаете ну просто ну мест не туда где припарковаться нет вот здесь вот огромное количество места где можно припарковаться парковка уходит вот туда также вот здесь вот место есть здесь места есть там вдоль дороги есть у здесь разрешено парковаться запрещено парковка только с 11 до 9 утра а так вдоль дороги можно парковаться но для удобства своей жопы собственно эти люди считают что мы немного уничтожим вам зеленых насаждений принесем грязь на дороге города но зато наши жопы будут в тепле мы комфортно дойдем сядем и поедем ладно мне туда вот немного с другого ракурса посмотрите какая огромная здесь парковка просто паркуйся не хочу и никто тебе слова не скажет но нет людям так удобно поэтому они паркуются данным образом вот тоже представителями целых парковок в городе нет сейчас короче шел стоят два мужика оба с телефонами ушей и молчат рядом друг с другом стоят я иду смотрю на каждого из них улыбаюсь потом что так это посмеялся прошел мимо и один из них так выглядит чуха ха ха ну ему объяснил ситуацию один мне так руку пожал горит интересно горит где такие веселые живут игру так я из леса вышел она тогда все с тобой понятно счастливого пути такие люди живут на рафа минске разговорчивые так вот я подхожу к почте здесь кстати всегда очень интересно здесь парковка запрещена но все плевать хотели на этот знак всегда паркуют машины странно что здесь не ездит эвакуатор и не эвакуирует так сказать вот этих любителей постоять здесь постоянно стоят машины в общем знак видимо не для них а вот здание почты кстати его немного подремонтировали потому что здесь вообще стекалось сюда на землю какая-то жижа не понятно ладно на почте россии все как обычно душное помещение очередь из восьми человек перед тобой но хорошо хоть сегодня два оператора работали довольно быстро все прошло я управляюсь в сторону дома я хочу зайти купить чипсы осень на рафа минске кстати по этой дорожке в детстве мы катались на велосипедах спускались так сказать вот туды сейчас это выглядит довольно страшным а в детстве было норм а это памятник самолета у мик-17 сверху кстати довольно красиво смотрится периодически коптер запускаю чтобы снять этот памятник в разных временах года надо чипсы вот тоже вопрос на засыпку может ли заезд на парковку осуществляться через пешеходный переход а как вы считаете мне кажется нет парковка здесь получается незаконная наконец-то чипсы вот еще один момент вот эта дорога сколько я себя помню всегда представляла вот из себя такое месила песка и грязи но это тротуар по сути потому что с той стороны тротуар и с этой стороны дороги тротуар но людям свойственно молчать терпеть во время дождя здесь вообще ходить очень неприятно что велосипеде тут точно проехать поэтому я хочу в следующем году сделать запрос в администрацию чтобы соответственно вот это вот какаху превратили в асфальтированную тротуарную дорожку я думаю люди будут рады сать пошел красавчик вот такие люди живут на рафаминске одни теркают а другие справляют нужду красота вот и памятник латышкой стрелковой дивизии которая здесь погибла великую отечественную войну с обратной стороны есть каски гильзы от снаряда и надпись по-русски уже а также здесь фамилии написаны на такого плана надгробиях здесь вот сейчас пойду в сторону леса и кое-что расскажу и ты только взрослеет и начинаешь понимать что памятники установлены не просто так либо на местах где кто-то погиб либо неся в себе какую-то память историю информацию а когда ты молодой тебе по сути по барабану и вот в 90-е для нас этот памятник был так сказать местом тусовок вообще в 90-е и до этого а Нарфаминск был таким местом в которое просто так нельзя было сходить вот например я сегодня сходил просто так и ничего со мной не произошло да ну обычный человек пришел в город все нормально а раньше если ты с дачи идешь в город то будь готов получить люлей вот и был у нас случай когда мы повздорили с нарскими парнями и забили стрелку на как раз на памятнике мы молодые уверенные в себе подростки нас было 10 человек и мы через лес прошли подошли к памятнику ну напротив памятника встали в лесу и увидели что памятник просто усыпан молодежью их там было человек 30 наверное и вот вместо того чтобы спокойно развернуться и пойти по домам и бол забить нет мы же крутые мы же подростки нам все по барабану и мы пошли туда мы к ним вышли ничего не происходило до того момента как более взрослые парни а там были мелкие может быть нашего возраста может чуть помладше даже а вот когда подошел старшняк старшак старш не знаю в общем лет за 20 которым ребятам они уже подошли с более серьезными намерениями намерениями и после одной неудачной фразы среди наших а там среди старшака был один парень у которого была сломанная рука и вот один из наших ляпнул можете вторую руку сломать я прекрасно помню как началась вся заваруха бежали мы очень быстро я даже кого-то на себе нёс ну имеется ввиду на меня там напрыгнули я несколько шагов пробежал и скинул его от себя и вот тот который наш друг сказал эту фразу он за это очень сильно огреб потом вернулись забрали его он там несколько дней провел в больнице но кстати с тех пор прошло уже достаточное количество времени и город Нарфаминск ну перестал быть тем так сказать злочастным местом потому что реально туда раньше было сложно пойти и довольно таки опасно а если уж ночь туда идти то самоубийство так сказать слава богу те времена прошли ну в общем были такие истории с нами и слава богу что прошли и больше таких историй не повторяется теперь наоборот мы так сказать тут диктуем правила тем кто приходит из Нары вот ну все я уже подхожу к дачам так что прогулка считаю успешной на почте побывал чипсы взял буду отдыхать потратил на это полтора часа зато погулял по хорошей погоде можно и отдохнуть в общем такие вот дела так вот я хожу периодически до города и обратно а вам спасибо что смотрели осень и осень впереди снег зима и дачу мы уже не увидим до следующего года надо наслаждаться последними деньками в общем вам спасибо что смотрели повторяюсь я снова всем пока чуть не упал вот она привет просто попробуй поймать на зайца голодный белка вот так они тут бегают и люди их кормят ну ты сегодня и будто бы у меня что то есть да ну чуть-чуть с лапкой что ли ооо беднёжечка у тебя что с лапкой малыш ну что такое как так как так произошло беднёжечка маленький смотри какой как такой с тобой могло произойти мелюсгун вот и шустрый конечно на трёх лапах но всё равно какой шустрый не успеваю за ним посмотри как он быстрый ладно беги мелюс ну и и и и и и и и